Так, дентельмены, сегодня смотрим, какая погода. Смотри, этот кулар закрыт, левый закрыт. Мы сейчас проходим вот примерно вот на этот склон. Сделаем шуфик, я думаю, да? Да. Задача поставлена, и бойцы снеголовинного отряда готовы отправиться в ежедневный белый патруль. Алексей Цмакан уже 16 лет в рядах снеголовинного отряда. Бывший спасатель, говорит, повидал всякое, но и по сей день не чувствует себя хозяином склонов. Тут у власти только стихия. Страшно всегда. Я же говорю, лавина, девочка, непредсказуема. И не только вот мы, как кино смотрели, гигантские такие красивые лавины сходят. Упадет несколько комков снега, это достаточно, чтобы, скажем, сдвинуть 10 кубометров снега. Это примерно 10 сантиметров, вот, несколько квадратных метров. И человека засыпет эти 10 кубов, и если никого рядом нет, он не выберется. На склоны хребта Аибга выходят минимум по трое. Там им предстоит копать шурфы или попросту делать вертикальные разрезы снега. Я провожу либо рукой, либо палеткой, и нахожу вот слои. Вот раз, слой, два, три, четыре, и уже ниже идут слои. В каждом снежном слое измеряют температуру, плотность и свойства кристаллов. Но самый простой способ найти слабый слой называют диагностика лопатой. Все, вот, произошла подвижка. Собственно, вот здесь вот и находится слабый слой. Слабые слои снега самые опасные, говорят охотники за лавинами. Обнаружив такое, оперативно решают, можно ли его снять вручную, или же придется расстреливать из специальной пушки. Добраться до этих приборов нашей съемочной группе помешала погода. Но бойцы отряда рассказали, их канонада по мощности сравнима с землетрясением до трех баллов. Когда такая пушка стреляет, опасный снежный массив сходит на заранее закрытые трассы. Чуть ниже, на высоте 1300, метеостанция. Здесь за малейшими изменениями погоды следят круглосуточно. Главное, говорят стражи горных склонов, постоянно смотреть в оба. Ведь никто еще точно не научился определять, где и как возникает лавина. Даже самая скрупулезная работа ловцов лавин не может полностью защитить от белой смерти. За эту зиму почти 250 пушечных выстрелов заставили сойти около 200 лавин. И все-таки одна была неожиданной и унесла жизнь сотрудника отряда. Его коллеги говорят, горы безжалостны даже к самым лучшим. Но вопреки страху и опасности, они продолжают стоять на страже склонов Красной Поляны, чтобы больше ни одна лавина не осталась незамеченной. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.